...сообщение, которое было в популярной механике, о том, что открыто самое большое столкновение галактик. И действительно, я пошла по ссылке на сайт популярной механики, и там с названием конкретного объекта АФС-27, и со ссылкой на конкретную работу Ришерс и другие в Астрофизикл Джорнал, было написано, что открыто самое большое, по сравнению с ранее известными, событие слияния двух дисковых галактик. Я посмотрела оригинальную работу. Собственно, в популярной механике произошло то, что довольно часто происходит с журналистами. Они попытались оценить значимость астрономического открытия, исходя из анализа одной отдельно взятой работы, вырванной из контекста. Они увидели, что авторы действительно возбуждены своим открытием, но не смогли понять, что именно так возбудило авторов этого открытия. Да, действительно был поставлен рекорд, но это рекорд не по размеру галактик, которые сливаются, и не по интенсивности вспышки звездообразования, которая сопровождала это слияние. Это рекорд по красному смещению, на котором впервые было открыто слияние так называемых субмиллиметровых галактик. Вообще говоря, субмиллиметровые галактики были открыты еще в 90-х годах в целенаправленном обзоре неба на субмиллиметровых волнах, на волнах равных 450 микрон и 850 микрон, потому что именно на этих длинных волн нужно было искать самые интенсивные вспышки звездообразования на больших красных смещениях. Вблизи нас галактики с мощными вспышками звездообразования имеют максимум излучения на 100 микронах, а если мы пойдем на красное смещение, допустим, тройка, это будет уже 400 микрон, соответственно, если пойдем еще дальше, на Z7, это будет 800 микрон. Поэтому на этих субмиллиметровых длинных волн в 90-е годы начали искать галактики с интенсивными вспышками звездообразования на больших красных смещениях. Такие населения были найдены, сейчас уже известны десятки таких галактик. Они не только были обнаружены на субмиллиметровых волнах, но и были отождествлены на других длинных волн, и в частности на длинных волн, соответствующих случению молекулярного газа, на линиях СО на 2 мм. И сегодняшняя индустрия по поиску субмиллиметровых галактик включает предварительные обзоры неба на 400 и 850 микронах. Это окна прозрачности земной атмосферы. Сейчас работает не только телескоп на Гавайях, но и телескоп в Антарктиде, где тоже очень сухая атмосфера, и прекрасно видны в эти окна прозрачности далекие объекты. И один из таких объектов был отождествлен с помощью интерферометра Альма как раз на длинных волн излучения линии молекулярного газа СО. И после этого были построены изображения уже с высоким пространственным разрешением, поскольку интерферометр Альма дает очень высокое пространственное разрешение наблюдений. И вот тут было обнаружено, что речь идет о слиянии двух галактик примерно одинаковых масс. В принципе, это тоже не сюрприз. Субмиллиметровые галактики как класс имеют высокие темпы звезды образования, порядка тысячи масс Солнца в год. И больше 60% субмиллиметровых галактик – это галактики, которые представляют собой большой мержинг, то есть слияние двух дисковых галактик сравнимых масс. Это типично для субмиллиметровых галактик. Что нетипично в работе Ришерса и других – это красное смещение в наружной субмиллиметровой галактике. Красное смещение 5.6 – это действительно рекорд для субмиллиметровых галактик. Большинство из них находятся в интервале красных смещений от 2 до 4. А вот 5.6 – это совершенно нетипично. В принципе, обнаруженный объект для субмиллиметровых галактик совершенно типичен. Вот у меня в книжке тут есть картинки распределения известных субмиллиметровых галактик, в частности, по массам или по темпам звездообразования. И то, что описано в статье Ришерса и других, оно находится посерединке этого облака. Вот 10 в 11 масс Солнца звездная масса – это посередине. И темпы звездообразования 1000 – это тоже скромные темпы звездообразования для субмиллиметровых галактик. Бывают и более звездообразующие, и более массивные объекты. Но все они ближе к нам, чем упомянутые ФС-27. Галактика на красном смещении почти 6 – это массивная галактика массой более 200 миллиардов солнечных масс, расположенная на красном смещении 6, то есть образовавшаяся через полмиллиарда лет после Большого взрыва. Вот это как раз сюрприз. Космологи в современных моделях рисуют нам картину иерархического скучивания галактик, формирования больших галактик путем слияния малых галактик. И самые большие галактики могут получиться только на относительно небольших красных смещениях относительно недавно. А вот то, что уже через полмиллиарда лет после Большого взрыва мы наблюдаем галактику с массой больше 2 на 10 в 11 масс Солнца. Это действительно наблюдательный сюрприз, который еще предстоит объяснить теоретикам.